Глава Анапы осмотрел нижнюю набережную и центральный пляж, где прошел сильнейший поток воды. Ливень оставил после себя промоины и беспорядок. Похожее погодное явление курорт уже наблюдал осенью 2015 года. Последствия стихии были ощутимее, но и два года назад и сейчас Анапа сама справляется с нештатной ситуацией. Мобилизованы силы коммунальных и спасательных служб. Во время осмотра глава Анапы не обходит стороной проблему незаконной торговли. Здесь она стоит особенно остро. Почему в рынок превратили? Ну и что, что это частный пляж? Они нас судом понудили продлить дорогу аренду. Мы им не продлевали именно из-за этого. Что теперь? Вы посмотрите, что творится на пляже. Благодаря другому судебному решению парк превратился в рынок. Позицию администрации частники не разделяют. Вместо зелени и клумб тут красуются ролеты. Порядок в них собственники наводят самостоятельно. У городских предприятий фронт работ важнее центральной прогулочной зоны. Ремстрой восстанавливает разрушенную плитку. Поливомоечная техника отмывает тротуары и проезжую часть. С раннего утра подряд организации работают над уборкой мусора. И поливомоечные машины защищают все бордюры, тротуарную плитку, дороги. Значит, наша организация МКУ «Ремстрой» занимается укладкой тротуарной плитки, которая поднялась от воды. И где ямы образовались, также занимается подсыпкой. Ночью мы проезжали в 2 часа ночи, в 2-3 ночи. Те люки, которые были подняты силами Анапа водоканал, были эти люки обратно уложены. Добросовестного отношения к городу закономерно требовать и от собственников кафе и магазинов. Многие с утра присоединились к генеральной уборке. Выполняя еще одно поручение главы, сотрудники администрации прошли по домам, пострадавшим от непогоды. Люди говорят, удар стихии был внезапным и сильным. Ни разу такого не было. Я даже не знала, что здесь такой есть дождь. По данным Управления гражданской обороны и защиты населения, за час в Анапе выпало 44 мм осадков. Это полуторамесячная норма. Подтопленными оказались 27 дворовых территорий и 2 домовладения в городской черте в субцехе Анапской. Всю собранную информацию проанализируют и окажут людям необходимую помощь.